В 2023 из-за суицида погибло 13 детей, причем некоторые несовершеннолетние предпринимают попытки уже с 11 лет. Такую статистику привели сегодня на заседании коллегии Минздрава. Задача на перспективу убрать устоявшееся мнение населения о том, что к психологам и психиатрам обращаются лишь люди с нездоровой психикой. Решать проблему необходимо совместными усилиями, отметили сегодня. Дети часто проговаривают о том, что у них есть мысли. У детей имеются в половине случаев были депрессивные эпизоды. Дети делают самоповреждения, суицидальные и несуицидальные. И это, конечно же, все сигналы для взрослых, окружающих людей, для того, чтобы оказать ребенку помощь, для того, чтобы помочь ему справиться с трудностями. Если говорить в целом о смертности в Алтайском крае, то она снизилась за год на 5%. Цель на 24-й увеличить число сохраненных жизней. Для этого, по мнению министра здравоохранения, требуется усилить профилактическую часть. Это охват диспансеризации профилактическими осмотрами. И задача этого года полномасштабно, полноценно, совместно с муниципалитетами провести медицинские осмотры порядка полутора миллионов жителей Алтайского края. Поэтому напряженная задача – это 70% практически населения региона. Ну и о кадрах. Министры констатируют, что впервые за 5 лет количество врачей в медучреждениях возросло. За 2023 почти на 100 человек. В первую очередь это терапевты и педиатры. Средний персонал реже увольняется. Решать кадровый вопрос помогают денежные выплаты. С 2019-го средний доход медицинских работников увеличился более чем на 30%. Финансовая поддержка продолжится и в этом году. И дополнительные стимулы, которые введены президентом страны, как доплаты медицинским работникам, которые будут уже с марта месяца, в апреле мы начнем выплачивать за март месяц. Это является серьезным подспорьем. Совокупный доход медицинских работников, работающих на селе, увеличится вдвое. Улучшаются и условия работы медперсонала. На миллиард закуплено более 100 единиц техники по всему краю. За год в регионе появилось три новых поликлиники, несколько амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели потратили свыше 3 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. В 2024-м запланировано строительство поликлиник в Камниной Аби и Алейске, а также создание почти 30 фапов и амбулаторий. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.